Здравствуйте, господин Муравский. Мы с вами встретились сегодня в России, в городе Серпухове на турнире под дзюдо среди детей. Но хотелось бы сначала с вами поговорить о чемпионате мира немножечко, который прошел в Челябинске. Вы там участвовали в категории 66 килограмм. Давайте так сначала, общие впечатления об этом мероприятии? Мои общие впечатления, во-первых, только Россия может провести такой чемпионат мира. На таком уровне еще не проводили никто. Организационно. Организационно. Из 100% 101%, можно сказать. Что вам больше запомнилось в этом чемпионате? Мы не говорим сейчас о борьбе. Я понял. Во-первых, открытие было замечательное. Прям фантастическое. Именно со стороны организации, даже в Бразилии, спортсмены ездили сами на машинах, добирались как могли. А в Челябинске нас встретили, отвезли в гостиницу. Гостиницы были очень-очень-очень то же самое, организованные. Волонтеры были прям все, все прям. Ощущение праздника было? Прям именно действительно. Весь город как бы кишел от этого. Все время чемпионат мира, чемпионат мира, везде рекламы, везде люди в курсе, именно поддерживали. Без разницы, из какой страны он находится там и откуда он приехал. И как бы без разницы. Это для вас уже не первый чемпионат мира? Нет, это первый чемпионат мира. Я боролся на Гранд Сламах, на Кубках мира. Задача ваша на этом чемпионате мира была какая-то определенная или вы все-таки первый чемпионат мира пытались просто попробовать? Нет, мой первый чемпионат мира, как бы он был, как вам объяснить, каждый спортсмен хочет результат. Я приехал за результат. Ну, как сказать, это дзюдо. Сегодня ты можешь быть на коне, завтра нет. Много зависит тоже от жеребевки. И у меня друг как будто предсказывал, сказал, что первую схватку будет с Пуляевым, с Мишкой. Как бы. И так оно и было. Как бы я не жалею. Я первый раз с ним встречаюсь на ковре. А на тренировочных сборах, лагерях вы встречались с ним? Нет, я встречался, да. Вот именно в Москве с ним боролся, когда у них был сбор в Москве. Ну, сбор и сбор. Да, это не... Соревнования, они, еще и чемпионат мира, они получаются. Это другая атмосфера, другой настрой. Сбор это и сбор. Можешь упасть, можешь... В таких соревнованиях желательно не падать. А вообще, если не конкретно к вашим поединкам, а в общем, вы результаты, те, которые были, да, те призовые места, которые завевали дзюдоисты, вы вот вообще так для себя приблизительно, ну, интересуетесь, какие в разных весовых категориях могут быть победители? Они с вашим мнением совпали? И на сколько вот сейчас там как-то... Да, да, я так и думал. То, что в 60 килограмм, я думал, у России будет золото. Ну, серебро оказалось. Так и думал, что Монгол будет в финале. Но я думал, что он будет в первом. В 66 я видел Мишу в финале. Так оно и было. Но честно, я просто знаю, как... Куляев отборолся на парижском турнире, как он убрал японцев. Мне кажется, он перегорел немножко. Сказались родные стены? Возможно, да. Возможно. Он слишком был концентрирован. Не хотел, чтобы он подвел. Но он не подвел, он хорошо отборолся. Но слишком большой прессинг, мне кажется. На ваш взгляд, вот уже на протяжении не первых лет изменения правил все время в соревновательном дзюдо. Насколько они положительно или отрицательно влияют? Именно на ваш взгляд. На мой взгляд, это отрицательно влияет. Старые правила, которые были, не предыдущие. Имеется в виду захваты за ноги. Из второго движения. Вот это было замечательно. А вот эти новые правила, ну, они не то. Вероятность того, что больше все-таки прерогатива к судьям имеет для вас такое значение, чтобы судьи больше получили возможности для, как говорится, убрать того или иного спортсмена с действующей площадки. Я имею в виду наказание, шида и так далее. Именно шида, за выход, за, говорят, за фалс-атаку, то, что действительно я сам на себе ощущил, даже в Оренбурге. По идее, за просто так нельзя вот шида рисовать. Потому что, ну, это зависит все-таки на данный день, на данный момент много зависит от судьи. Как бы, если ты судье не нравишься, то... По каким-либо причинам, да. Да. Может быть. То, он тебя захочется, он тебя уберет. В этом плане. Хотел немножко поговорить о молдавском дзюдо и немножко сначала опять о чемпионате мира. Вот несколько молдавских дзюдоистов, выступающих за Молдову, да? Как правильно? Молдова, наверное, да? Молдавия. Молдавия, да? Несколько молдавских дзюдоистов сейчас на сегодняшний день выступают под флагом другой страны, Арабских Эмиратов. И видно, что они достаточно такой прогресс у них ведет, очень мощный. На ваш взгляд, с чем это связано? Это связано, во-первых... Что они тогда еще не раскрылись, были молодые в Молдавии или... А сейчас раскрылись или... Нет, я объясню коротко и ясно. Потому что у нас... Не спонсируют, получается, нас. Финансирование? Да, финансирование у нас на данный момент очень-очень жесткое. Очень... Например, раньше, вот когда... Даже вот я выступаю... У нас турниры, получается... Мы не знаем, когда мы поедем. Если деньги появились, нам могут за неделю сказать... Все, вы едете на чемпионат Европы, на Гран-при, на Гран-слам и так далее. Сборы, например... У нас не были... Вот даже Витька мне говорит... Скворцов, это мой очень близкий друг, как бы и будущий крестный моей дочке. Говорит... Вот на данный момент он знает все расписание на целый год. Куда они поедут, какие сборы, какие соревнования, на каких они будут бороться, на каких нет и так далее. Ну, план великое дело, да? Да, они... На данный момент они вообще не думают о деньгах. У них сейчас только тренировки, сборы и так далее. Молдавское джи-до на данный момент отстает. Но оно с годами ухудшается или все-таки... Ухудшается. Из-за того, что наш тренер, Василий Ильич Колца, который на данный момент тренирует сборную Арабских Эмиратов, он там. Я видел одного тренера, который мог подготовить какую-то сборную. Который он это и сделал. Вот эти все ребята. Серега Тома и Маренька Иван. Створцов Витя, Маркетан и так далее. Потому что вот этот чемпионат мира вам показал, да? Две медали для Арабских Эмиратов. В принципе, это медали Молдовы. Молдове? Да. Но за деньги Арабских Эмиратов, так можно сказать? Ну, как сказать? Я бы не сказал, это медаль Арабских Эмиратов. Ребята не говорят, что они для Молдавии победят. Они действительно благодарят эту страну за то, что они вкладывают в них деньги. Но вы считаете, это нормальный? Это профессиональный подход? Да, это профессиональный подход. И я думаю, любому спортсмену предложить, чтобы он мучился, например, либо в какой-то стране кататься, искать эти деньги. С протянутой рукой ходить, да? С протянутой рукой, действительно. И едешь на эти соревнования и думаешь не о том, как отбороться нормально, а вот ты столько денег потратил. И вот и результат от этого. Потому что тренировочный процесс, питание, как Гамба сказал, когда ему спросили. Вот, когда вы стали олимпийским чемпионом, что вам помогло? В первую очередь, питание. Правильное питание, вот там и результат. Три золота для России, серебро и бронзи. Такое не было в истории. Вы вообще предполагаете, что когда-то может быть у Молдавии олимпийский чемпион под зидо? Такое возможно? Был один человек. Ну, и есть ребята, которые, я думаю, привезут, но не для Молдавии, для Арабских Эмиратов. Теперь, возвращаясь к сегодняшнему дню, сегодня мы в Серпухове. Вы привезли, как с вами разговаривал, молодых юных спортсменов. Да. Это получается, вы работаете сейчас тренером? Да, я работаю тренером в Щербинке. Я открыл небольшой клуб, который я сам начал. Щербинка в Молдове? Нет, Щербинка это Москва уже. А, это в Подмосковье? В Подмосковье, да, около Подмосковья. А, то есть вы здесь тренируетесь? Вы сейчас здесь живете? Да, я здесь живу, здесь тренирую. Я решил, ну, я переехал, в принципе. А, это после Челябинска переехал? Да, нет, до Челябинска я даже жил здесь. Ага. Я начал тренировать в мае месяце. На данный момент я даже РВП получил здесь, в Серпухове. Это РВП? Это разрешение временного проживания. А, вот так, понятно. То есть вы... Я хочу выступать за Россию. Ага. Ну, как бы, стараться. То есть вы свою спортивную карьеру пока не закончили? Нет, я еще действующий спортсмен. Ясно. И я в связи с этим чемпионатом мира, который я проиграл, Мишке, проиграл неплохому парню. Я его действительно уважаю, он очень грамотный парень. Я его давно, за ним давно, я вообще за всеми спортсменами наблюдаю. А как вам серпуховский турнир детский? Вообще суперский, очень сильный. Очень сильный, очень, в принципе, со всех концов России. Все эти действия. Мы обычно в конце наших интервью задаем вопрос такой вот. Человек стоит перед выбором. Вот у него там 6-7 дорог, ну разные, да. И вот одна из дверей, которую он может открыть, это дзюдо. Какие слова, а вы рядом стоите, что вы можете сказать, чтобы он именно дзюдо открыл? Какие вот слова можете сказать, чтобы его подтолкнули, открыть дверь зала дзюдо? Если хочешь стать человеком, хорошим человеком, пойди на дзюдо и люби дзюдо. Потому что дзюдо – это такой вид спорта единственного, которого он душевно, физически и морально развивает человека. Спасибо большое, Валерий, и удачи вам на вашем спортивном и тренерском поприще. Спасибо вам, очень приятно. До свидания.